Недвижимость в Лондоне дорогая, но доля россиян среди покупателей не резидентов в британской столице сегодня почти 20%. Диапазон цен очень широкий, но даже маленькая квартирка с одной спальней в третьей зоне дешевле 250 тысяч фунтов стоить не будет, а это почти 20 миллионов рублей. Квадратный метр в Лондоне выгодное и безрисковое инвестирование даже во времена стагнации, поэтому недвижимость здесь покупают, причем как в новостройках, и на них существует чуть ли не жилая очередь, так и в стареньких домах. Старый жилой фонд представлен в основном домами ленточной застройки. Чаще всего старинные лондонские дома имеют 2-3 этажа, спальни традиционно располагаются наверху. Первое, что бросается в глаза – наружная мебель, фонарные столбы, почтовые ящики, дверной молоточек вместо электрического звонка. Ну а мы отправляемся на шопинг в центр Лондона. Такси в Британии, как и недвижимость, накладно. Наша поездка километров 15 стоила 20 фунтов, то есть свыше тысячи рублей. Отель «Привет, Россия! Отель «Привет, Сибирь!» Привет, Сибирь! Привет, Сибирь! Хорошо! Вот это самый старый и самый известный чайный дом в Лондоне. В Англии что нужно брать? Чай, зонты, скотч? Вот и берем чай. Не секрет, что англичане считаются самой чаепьющей нацией в мире. И это, кстати, во многом объединяет их с русскими. Правда, мы пьем чай с лимоном, а не с молоком. Пьют минимум трижды в сутки. И не обязательно в пять вечером. Поэтому традиционное «файф оклок» для Британии сегодня не более, чем устойчивое выражение. Но англичане не пьют чай в пакетах. Один на работу, один домой. Внутри магазина целый этаж чайного рая. Более ста видов черного, зеленого, белого и фруктового чая упакованы в специально разработанные дизайнерские коробочки и баночки. На стендах выставлены образцы для того, чтобы покупатель смог оценить все представленные ароматы. Этому чайному магазину уже свыше трехсот лет. Здесь можно бродить часами, выбирая из десятков баночек понравившийся вкус. Он рекомендует чай Королева Анна, где крупный листовой чай. Его кладешь буквально чайную ложку в чайничек. И потрясающий, очень мягкий чайный вкус. И это тоже очень хороший ссор. Пошли за чай. Ночной Лондон – зрелище незабываемое. Десятки, сотни огней, ярких витрин. Жизнь кипит здесь до полуночи, а после мгновенно затихает. Население Лондона, надо сказать, по неофициальным данным 13 миллионов человек. И вечером это как никогда ощутимо. В этот город тянет как магнитом. Ежегодно сюда приезжает 27 миллионов туристов. Для чего там говорить? Только русских на ПМЖ во всей Великобритании – один миллион. Три четверти из них проживают именно в Лондоне и окрестностях. Есть, конечно, элита иммиграционная. Это те, кто приехали по приглашению, скажем, королевской оперы или балета. Балетные танцоры, компьютерщики, физики, ядерщики. И очень много россиян работает на таких, на элитных специальностях. И в последний день путешествия в Лондоне в нашей программе «Мрачная крепость Тауэр». Это комплекс разновременных зданий, обнесенных двумя рядами мощных стен с зубчатыми башнями и массивными воротами. С самого своего основания Тауэр был не только оборонительной крепостью и королевским дворцом, но и тюрьмой. Кстати, в самом Тауэре обезглавливали только в знак особого расположения корония. Это было привилегией для богатых узников. Эта крепость завоевала репутацию места пыток и смерти. Ее прозвали «Кровавой башней». Ходят слухи, что в темницах и сегодня бродят призраки жертв, которые были здесь обезглавлены. Самым известным из них является призрак Анны Болейн, второй жены Генриха Восьмого. Но современный Тауэр, конечно, уже не тот. Это очень много туристов. Все шарятся, смотрят. Тысячи и тысячи человек. Видно, что место пользуется популярностью. Нет, никаких мурашек, ничего. Все уже дождем давно смыло. Без страшных туристов здесь действительно не счесть. Посмотреть в Тауэре есть на что. Здесь хранятся регалии и драгоценности короны, в том числе и самый крупный бриллиант в мире весом свыше 530 карат. Кулина Анадин. Уверяет, что все это подлинники. Именно в Тауэре хранятся и королевские доспехи. А это известный более 40 лет банкетный зал, расположенный недалеко от Таура. Большое подвальное помещение с историческими кирпичными стенами, длинными столами, стилизованной под старину глины и чугунной посудой. И зрелищным костюмированным шоу. Колоритный Генрих VIII, его банкет с битвой на мечах, акробатами и другими средневековыми развлечениями. Все это погружает в атмосферу настоящей монархии. Ну а уже в понедельник, в следующей серии проекта «Северное турне» мы летим в страну льда и пламени, Исландию. Не пропустите. Генеральный спонсор проекта «Нокиан Тайрс». «Нокиан Тайрс» – шины для сложных климатических условий. Это новый мировой рекорд скорости на льду. «Нокиан Хакапелита 8» – цепляет, как никогда раньше. «Нокиан Тайрс»